всем привет понедельник новая неделя вот и еще столкнулась с одной сложностью здесь в ирландии что мой день в но мое удобное время для готовки на кухне бывает забирать забирать как-то забронируют раньше чем я и стыкаю со сложностями что больше некогда то есть оказывается у меня такой получается сильный или плотный график что короче не знаю один день у меня на стирку выпадает один день и вот на вот эту надо готовку а сейчас я хочу сделать два дня потому что у меня было но один день будни один выходной но мне не очень устраивало как бы с детьми одну детей оставлять либо детей сюда брать хотя в прошлые в субботу мы попробовали мы тут блинчики делали пирог делали конечно прикольно но получается что я не могу тогда делать обычную еду нам на ужин и нам потом нечего кушать короче какая-то лажа получается вот и мне получается надо два будни брать я такая подумала понедельник и пятницу брать вот понедельник я готовлю на 4 ужина в пятницу на 3-4 но у меня на пятницу я всегда брала стирку совместить ну никак невозможно на стирку уходит полтора часа побегать туда-сюда там постоять там бывает что-то задерживается то какая-то машинка не работает то что-то еще надо выделять полтора часа выйти в в отеле вот тогда мне надо брать какой-то другой день но у меня уже расписано короче не знала баба клопоту называется ну сегодня понедельник я на вторник не смогла записаться попробовала на понедельник пока у меня как бы было время так тушение поставила опять буду тушить в принципе нормально я детям делаю такой вариант больше картошки туда кидаю немножечко вот этого но безвкусно если она в еде вот грибы грибы веня ест эмо выбирает их видно поэтому нормально лук морковку сюда кидаю чуть больше картошки немножко кидаю какой-нибудь капусты или каких-то полезностей но чтобы их мало было видно и на ура они съедят сделаю котлетки на обед получается в себе я уже кидаю картошку я вообще не кидаю то есть вот это вот это игра ну говядина вот решила сделать суп сделаю из крылышек суп хотела рис не было риса дешевого 5 евро ну за пачку риса это вообще какой-то там так я попросила купить вот это чудо чечевицу не знаю что это будет у меня за суп накидаю приправы чтоб дети ели ну картошка естественно но зато получится более-менее потому что рис с мясом не не сочетается а рис мясо с чечевицей наверное сочетается я так думаю потому что это скорее всего белки и углеводы ну да чечевиц это растение это баба не знаю бабу вы или что короче это я думаю что это не углеводы больше белки вот картошка там все портит но дети по-другому не едят пока что вот так готовим и пришла чуть чуть раньше двух часов поэтому должно мне хватить хватить на все неплохой вроде супчик получается вкусненько ну и котлеты нормально сегодня испытаю новую масочку какой у нее запах я еще не не пользовалась по моему лицетиновая какая-то там маска я напишу про нее мне кажется ну после квасов квас ты так высушивают так стягивают ну короче такой эффект вот ходишь хочется прям чем-то вот чем-то увлажняющим после квасов очень приятно вообще какой-то масочкой мазать кожу я сотрю сегодня мазала квасами заканчиваются жесть я уже думаю что дальше уже начала размышлять опять посылку из украины как-то заказывать пилинга у меня в принципе еще много но пилинг лежит долго поэтому можно его конечно наперед за заказать а вот квасцы петру но петрушки там еще приличненько петрушку получается я раз в неделю использую вот эти маски у меня их много у меня их раз два три четыре получается или пять даже четыре или пять я их тоже раз в неделю пользуюсь то есть один раз петрушка один раз к у вас один раз какая-то масочка вот получается что масочек ненадолго будет а вот квасцы квасцы я использую два раза я сейчас подойду ведь почему квасцы я использую два раза в неделю выходит пилинг один раз в неделю квасцы два раза в неделю и и соответственно они быстренько быстренько заканчивается но мне так нравится моя кожа не есть я часто среди недели там трогаю она такая мы такая какая-то и не сухая и не жирная она вот какая-то нормальная она чистенькая и мало прыщей я не вижу угрей новых старый надо повыдавливать старый конечно никуда не уходят и вот короче такая лицетиновая по-моему если не ошибаюсь лицетиновая масочка вот но на коже запах у нее какой-то что-то такое напоминает что-то медицинское такой запах но я первый раз у крестинки и и заказала поэтому посмотрим эффект ну вот так 20 минут прошло вонючая маска хожу по комнате хожу а меня такое маша за вонь шо за шуманяется в комнате хаварета наверно моя масочка вот ну надеемся что от нее супер мега крутой эффект раз такие жертвы а я кстати не спрашивала как ее снимать ну она частично смотрю вроде как даже впиталась ну думаю что так же само надеюсь моя кожа не будет так вонять может надо умыться я вот ее снимаю она эффект как будто у меня жирное лицо но я же ее не умою ее же нереально умыть спросить у кристины фу я так и буду вонять сегодня главное ни с кем близко не разговаривать лицо жирное получается ну я понимаю что это не тоже не тот жир о котором я говорю это отмазки вот значит надо как-то по-другому ее наверное снимать сейчас сейчас я наверное напишу узнаю ну мне ответила кристина и говорит что тоником протереть можно если ну как бы воняет то можно вообще мылом умыться как в принципе я и думала ну я вот думаю что мне я не хотела бы конечно мылом умываться попробовать этим корейским тоником протереть ну я иду в церковь чтоб там этот запах не был что делать ладно рискнул рискнул протереть тоником если еще будет запах да наверно уже мылом так тоник это что никому правильно был давненько его не это не протирала до цвета почти нет у него такой телесный цвет этой маски ну собственно и все сейчас похожу еще подумаю у нас еще немножко есть время можно подумать стоит ли умываться мылом ну все так что масочки рекомендую проверено моим лицом у меня плохая жирная такая была нездоровая кожа не скажу что вся была в прыщах нет но постоянно то там то там то там вылезет на протяжении всей моей жизни и угри 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 постоянно короче мама мне давила кто видел мое лицо все хотели мне подавить я их сама давила короче уже давно этого нету поэтому масочки класс итак а сегодня хочу начать начать свои как это сказать свои исследования не знаю свои наблюдения по моей санке я начала делать активно упражнения голтиса есть там целый курс как комплекс упражнений для осанки там их вообще шесть упражнений шесть упражнений всего лишь вот и сравнительно легкие я начала их делать но я хочу запечатлеть как меняется моя осанка вообще надо было конечно купальник одеть ну короче я уже сейчас у меня мало времени вот и я просто хочу на видео заснять свою осанку и как-то через там месяц еще засниму или там пару недель не знаю решу короче я продолжу ее две недели делаю но все равно еще пока же ничего не поменялось короче это я в расслабленном состоянии вот вот так вот моя шея мой мой чудо горбик ну это я совсем расслаблена если я бывает поднимаю голову как бы ну стараюсь выпрямляться то это вот так но это все равно для меня ужасно вот чтобы мне вообще выровняться чтобы мне нравилось как выглядит мне надо очень аж хрустит у меня там мне надо сильно-сильно выворачивать плечи потому что они у меня они у меня вот ну плохо короче криво стоят и руки у меня не поднимаются как так показать ну у меня руки поднимаются спереди меня то есть вот чтобы мне их там я даже может наверное не могу поднять не если так постараться вывернуть сильно то есть у меня нормальном положении руки поднимаются спереди меня вот и все все делается вот спереди это мое нормальное состояние вот если я ложусь я может сейчас покажу у меня эти не дотрагиваются даже до пола то есть вот так это приблизительно вот если лечь расслабиться и мне надо сильно выворачивать лопатки сильно вот туда их чтобы достать до пола вот так это мое сейчас такое положение как оно будет меняться будем как бы наблюдать вот вот я лежу а вот мои руки видно там надеюсь вот я лежу чтобы мне их достать до пола я не знаю как у вас но это я даже не могу если я лопатки выверну если я выверну лопатки то я в принципе могу достать до пола если вот лечь просто как я делаю упражнения я делаю их вот так вот у меня так вот руки по-другому они у меня не стоят и лопатки ну вот эти плечи у меня они вот там вот я даже лежу я вижу что они у меня кривые вот вот так что вот такой кошмар у меня ой у кого есть проблемы с осанкой рекомендую голтис экспресс осанка вбивайте в гугл находите проплачивайте он копейки стоит вот и делайте меняйте свою осанку осанка не только эстетично некрасиво но и физиологически там целый целый ряд идет того что портится и внутренние органы смещаются когда неправильно это потом идет напряжение неправильно идет напряжение или как вес неправильно располагается или распоряжается господи по телу то есть неправильно идет должно быть на одно вес идти а так оно идет на другое живот выпирается то есть неправильно идет так как шея искривлена неправильно оно зажимает какие-то там капилляры какие-то которые где входит кровь то есть это может быть и одышка отсюда я так трошки читала так прям вот я профессионально не расскажу могу конечно где-то ошибаться но так вот очень-очень привитивно объясняю что может быть и задышка от этого и головокружение то есть и голова палить мигрени могут быть то есть даже зрение то есть вот я оно все где-то взаимосвязано и меняя улучшая осанку сделая естественным путем а не вот это вот специально вот так ходить это невозможно и оно все равно ничего не дает кроме эстетической красоты как бы вот это ничего не дает то есть надо его упражнениями упражнениями восстанавливать делать правильную осанку чтобы правильно все функционировало кровь шла кровообращение хорошо работало вот лимфа там гоняла все такое все очищалось все токсины выходили и так дальше вот как то так я это понимаю и вперед работаем работаем и какое-то через какое-то время еще сниму что у меня как у меня получается вот один мой как это сказать мой листик распечатала с моего тренинга по голтису но это тренинг назывался исцеляющий импульс у меня была четвертая группа и вот мы и были упражнения которые там я делала у меня в селе вот на многие у меня нету нету каких-то ну приборов поэтому я сделала свой вариант вот на свои дни сделала свои любимые упражнения какие там плюс добавила осанку и вот как бы по такому я занимаюсь ну как минимум мне надо 4 ну в принципе я вот чтобы не меньше 4 дня в неделю чтобы это идеально что для меня будет если 4 дня в неделю и выходные с детьми и там один день может быть выходной что еще я здесь реально замучилась очень замучилась это тягать тяжелые сумки только что дети пошли на английский к Саймону Саймон их забрал они обычно там два часа меня подвозят в лидл лидл так далековатенько пройти там две остановки с хвостиком автобусные вот и я это шла вообще купить родителям у родителей скоро день рождения вот из Ирландии в Украину укрпочтой сейчас можно до двух килограмм посылочки отправлять вот дети нарисовали рисуночки бабушки и дедушки у них в один день день рождения у моих мамы и папы вот и я пошла сходить в лидл купить немножко чтобы собрать посылочку вот и нам фруктики там и туда и сюда и в итоге меньше 50 евро у меня там никак не получается оставлять а тянуть потом это просто просто я еле-еле доползла я так утомилась уже и как-то ходить ну вот в донстор я иду стараюсь брать на 25 евро максимум там 30 чтобы ваучер использовать думаю уже хотя бы два раза в неделю чтобы не раз в принципе ничего не вроде получается ваучер еще как-то тебя вот старается это сдерживать здесь в лидле что-то у меня не выходит спрашивала у мамы что им взять вот захотела она еще рукавички огородные они здесь крутые вообще я в другом я в теско прошлый раз брала но тоже они какие-то были дорогие здесь 7 с чем-то евро очень дорогие короче рукавицы но надеюсь что хорошие надеюсь что многоразовые вот такое папа любитель у меня кофе взяла кофе маме взяла шоколадку еще вон я взяла орехи но не было одной я хотела одну пачку со многими орехами но что-то я не нашла то я себе купила я как-то отсыплю мне надо до двух килограмм дотянуть вот батат это я уже на понедельник на готовку картошка и лук закончился авокадо на бутерброды это мы почти каждый день съедаем просто на ура он здесь такой вкусный вот 99 процентов попадается вкусный только один процент иногда ну может 95 процентов вкусный иногда попадается такой не очень бананы мы тут съедаем тоже быстро я попробовала взять какой-то ой тяжелейный же какой 2 литра тропический какой-то сок написано с с натуральным подсластителем типа что без сахара ой тяжелое какое яйца закончились но орехи так как мы уже сладкое не ели долго я им взяла вот такое вот взяла это йогурт они меня все время просят это конечно он с сахаром но один одну штуку в день они съедают вот веня выпросил меня багетик вот такое сейчас вот это все я еле 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 дотянула это все 50 евро без 2 по моему евро 50 сейчас буду взвешивать родителям подарочки ну что отлично еще даже килограмма нет это я положила рукавицы кофе шоколадку и пачку просто каких-то орехов положила еще нет килограмма так что плюс это ж банка стеклянная мне надо куплю папе или маме футболку какую-то еще может какие-то там носки вот может еще так чтоб такого и не жидкое я думала сахар коричневый купить можно еще класс я рада что у меня еще есть место еще чего-нибудь туда напихать